Ты вот, у тебя очень узконаправленный контент обо всём, что касается языка, но, как я понял, наибольший такой взлёт у тебя и самое популярное сейчас видео на канале, оно про училку ТВ. Да, ну это, на самом деле, скорее смешно, вот. Но, в принципе, это понятно, потому что людям больше нравятся, как правило, ну, какие-то вещи такие эмоциональные. В принципе, видео про училку — это то видео, которое может более-менее понять любой. У каждого, почти у любого есть какие-то флешбеки, там, связанные с русским языком в школе или что-то такое. И плюс на этот, как бы, апсёр другого блогера, как бы, ну, такой батл. Но это тоже многим интересно смотреть. Ну, знаешь, я заметил, что мне намного интереснее смотреть, в принципе, контент, который основывается на критике чего угодно. То есть я вот из каких-то критических роликов разных, ну, не только касающихся какой-то узкой темы, а в целом, я вот как раз и очень сильно формировал своё мировоззрение, потому что, как говорится, в споре рождается истина. Но училка тебе, ну, как, она ответила, но, собственно говоря, сейчас она по-прежнему в дизлайках находится. Ну, да, ну, по-моему, я не помню, мне кажется, у неё начал канал расти снова. Я помню, что как я выпустил видео, у неё стабильно, ну, от неё сразу отписалось где-то тысяча человек, вот. И, ну, как-то рост не шёл долгое время, а потом, потом снова пошёл. Ну, это, в принципе, люди забывают всё, что происходит, поэтому новые люди, которые к ней сейчас приходят, они, может, даже не в курсе, что там был какой-то разгром, разбор, вот. Ну, я, честно говоря, не знаю, сейчас, подожди, я гляну, последний раз, когда я заходил. Ну, слушай, с одной стороны, да, рост обратно пошёл, но с другой стороны и просмотр уже не те. Если я вот сейчас вот захожу под её видеоролик, дизлайков всё равно очень много, то есть у неё обычно столько не было. Слушай, а когда просмотры были те, училка, ну, я не сказать, что прям так очень подробно следил за её каналом, но это же можно посмотреть во всяких сервисах, когда, сколько у кого было подписчиков. Мне кажется, что у неё долгое время было количество подписчиков, где-то, ну, около, так, 15-20 тысяч, она медленно набирала их, а потом резко произошла реклама у Дудя, и там канал вырос очень быстро, раза в три. И вот именно в этот момент я выложил свой разбор, ну, и даже, прямо сказать, не случайно, потому что я мог сделать, на самом деле, этот разбор. И раньше она сама разбирала моё видео, то самое, которое, ну, понятно, да. Вот, ещё, кажется, в феврале про само существование училки я узнал ещё вообще года полтора назад. Я помню, я ехал в Калугу в марте прошлого года, что ли, в апреле, в электричке, я смотрел разговоры училки с Сёминым. И у меня уже тогда была мысль, что, ну, как бы, вот, сделать с ней что-то или нет, там, не знаю, может, на какие-то дебаты вызвать, может, делаться разбор её. Вот, но тогда мне казалось, что, как-то, ну, она не сможет выбиться вверх, ну, чё, как бы, тявкать на какой-то маленький канал. Вот, мне очень часто просят сделать разборы, там, каждого пука в интернете, который касается, там, лингвисты русского языка. Но я считаю, что всё же тут тоже нужно знать какой-то, какие-то границы. И если уж делать разбор, критику чего-то, то критику того, что само по себе уже известно, чтобы не было такого, что ты этому явлению больше рекламы дашь, чем если бы ты ничего не делал. Вот, а как у неё только канал вырос, я понял, что, ну, хватит это терпеть и сделал разбор. Ты за хайпом. Ну, это мне обычно просто говорят. Не, ну, я всё равно, как бы, я не очень понимаю людей, которые говорят, что я на ней хайпанул, в том плане, что это какой-то вот прям умысел мой был. Потому что у неё тогда на канале было в три раза меньше людей, чем у меня. Плюс у неё аудитория, ну, по идее, по идее, не та, которая очень... Хотя это вопрос, хорошо ли она бы конвертировалась в мою аудиторию. Просто, если человек сначала слушал прескриптивизм очень долго, потом он резко приметнулся в другой лагерь, ну, как бы, это, значит, вопрос. Там, что это были за люди? Ну, неважно. То есть то, что я хайпанул на ней, это действительно так, я это признаю, но это не был мой умысел. Я совершенно не ожидал, что это видео наберёт столько. Я думал, что оно наберёт, ну, максимум столько, сколько у училки на канале было. А в итоге сейчас там, ну, 800, чем 1000, я думаю, скоро будет миллион, это будет моё первое видео на миллион просмотров. Я не знаю, по-моему, это достаточно нелепо. Ну, и это, к сожалению, суровая реальность. Не то, чтобы даже видеоблогинга, а всего. Но, понимаешь, в чём дело? Я считаю, что это тот редкий случай, когда тебе удалось уничтожить реально так, вот в медийном плане уничтожить человека. Но всё-таки я считаю, что она сама нехило этому поспособствовала, потому что надо было отвечать. И я уверен, что, ну, просто я смотрел твой стрим, я уже забыл с кем, да, но ты там говорил, что есть реально представители прескриптивизма, которые могут очень, ну, сильно доводы парировать. Ну, как я понял, то есть у него тоже такое направление, у которого есть сильные представители. Да, кстати, давай на всякий случай поясним твоим зрителям, ты уже в курсе, зрители, может, нет, прескриптивизм. Что мы вообще обсуждаем? Прескриптивизм — это буквально предписание, вот, то есть указание то, как правильно говорить, как там по литературной норме говорить, вот, это мы обсуждаем. Этим занималась долгое время училка, а я как лингвист против этих вещей, потому что, как говорится, это, так сказать, язык, то есть носители определят сами, для этого не нужны там никакие внешние институции, которые навязывают, в общем, ну, такую произвольную и субъективную норму.